Шаг 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 Жизнь Шаг 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 Паронированный автомобиль для повышенной защищенности предназначен для беременности лично удобного тайфона. Субтитры создавал DimaTorzok Ивангород, ключ город, сколько раз неприступной твердыней вставал ты на западных рубежах, как воин в боевой кольчуге, преграждая дорогу врагам к северной столице нашей Родины. Твоя судьба, Ивангород, непростая и порой драматическая. Ивангород был оккупирован гитлеровскими войсками уже через два месяца. Фашисты хозяйничали здесь три до года. Три долгих года ада для мирных жителей. Женщин, стариков, детей. В городе были организованы концентрационные лагеря. За стенки были превращены многие здания на территории Нарвы. Всего фашисты уничтожили в лагерях. Около 30 тысяч человек. Еще большие потери понесла советская армия, изгоняя захватчиков с Нарвского плацдарма. 25 июля 1944 года, в 7 часов утра, началось победоносное наступление 2-й ударной армии по освобождению Ивангорода от немецко-фашистских захватчиков. 1360 орудий открыли огонь по переднему краю вторым, третьим траншеям противника. 200 орудий и гвардейских минометов вели огонь привойноводкой по огневым точкам фашистов вдоль берега Нарвы. После мощной артиллерийской и авиационной подготовки был отдан приказ командования идти на штурм Ивангородской крепости. И мы должны прожить жизнь так, чтобы наши потомки помнили все фамилии тех людей, которые сделали здесь невозможное, на этой земле. Со словами приветствия к вам обращается советник губернатора Ленинградской области Игорь Николаевич Федоров. Сегодня мне предоставлена честь огласить поздравительный адрес губернатора Ленинградской области. Уважаемые ивангородцы, примите искренние поздравления 76-й годовщиной освобождения Ивангорода от немецко-фашистских захватчиков. От всей души желаю всем жителям города крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой, больших успехов и достижений на благо родной земли. Губернатор Ленинградской области Александр Грозденко. Вот уже 76 лет, как отгремело эхо этой одной из самых продолжительных и кровопролитных войсковых операций Второй мировой войны, нарвской операции по освобождению города Ивангород и города Нарва, количество жертв. Советских солдат и офицеров и считывается десятками тысяч. Каждый сантиметр этой многострадальной земли обильно пропитан кровью наших дедов и прадедов. Огромное спасибо нашим ветеранам. Мы говорим огромное спасибо всем тем, кто восстанавливал этот город в тяжелых, послеводенных условиях, практически полностью разрушенный и уничтоженный. Подвиг живет пока жива память. И мы сегодня делаем все для того, чтобы увековечить эту память. Согласовывается вопрос в данное время по присвоению города Ивангороду почетного звания города воинской доблести. Буквально скоро мы откроем в нашем городе памятник генералу Федюницкому, командующему Второй ударной армии, армией освободившей наш город от немецко-фашистских захватчиков. Я от всего сердца хочу поздравить всех нас с этим замечательным праздником. И так уж исторически совпало, что день освобождения города и день города это практически одна и та же дата. Я от всего сердца желаю всем нам счастья, здоровья, благополучия и мирного неба от головы. И сегодня, в этот день, безусловно, мы вспоминаем в первую очередь тех, кто отдал свои жизни, тех, кто пал в сражениях на Ивангородской земле. Огромное спасибо всем ныне здравствующим ветеранам, которые по-прежнему с нами, которые по-прежнему в строю и проводят огромную патриотическую работу с детьми и молодежью. Я думаю, что те события, страшные события той войны, безусловно, навсегда останутся в нашей памяти и в наших херцах. Ну а город будет расти, город будет развиваться, город будет хорошеть. Я думаю, что мы с вами, все вместе, все дружно, с нашими друзьями, с нашими помощниками, сделаем для этого все возможное и невозможное. С праздником, Ивангород! С Днем освобождения! День военного совета, личного состава 6-й общевойсковой армии, себя лично поздравляю вас с 76-й годовщиной освобождения города. Этот праздник занимает особое место в сердце каждого из нас. Победа справедливости, человеколюбие над фашизмом далась нашему народу дорогой ценой. Сегодня мы выражаем особое почтение ветеранов Великой Отечественной войны. Для нас они пример истинного мужества, истинной гражданственности и жертвенности. Пример настоящего патриотизма. Память о них не подвластна времени, как не подвластна времени любовь к Родине. Так было и будет всегда. И через 10 лет, и через 100, и через века. Эти праздничные даты особенно тесно и прочно сплачивают нас в деле воспитания молодого поколения. В духе любви к своей Родине, гордости за ее историю. Этот особый день памяти о трагических и славных днях Великой Отечественной войны важно, что он оставался частью нашей жизни, как часть судьбы нашей Родины. Еще раз сердечно поздравляю вас с этими памятными датами. От всей души желаю крепкого здоровья, мирного неба над головой, успехов в службе, труде, на благо нашей Великой Родины. Спасибо. Дети войны, которые были маленькими, уже стали пенсионерами. Уже сидеют их внуки. И только остался прежним цвет наших цветов и остался бриткус горьких слез. Это уже навсегда. Я поздравляю, конечно, наших всех ветеранов, от тех, которые остались. Я поздравляю всех горожан с этим прекрасным праздником. Всем здоровья, радости, благополучия и пусть мирное небо будет всегда над нами. Мы никогда, наша страна, не стояла на коленях, потому что земля полита кровью, на нее стыдно становиться на колени перед кем-то. Поэтому мы всегда и побеждаем. Мы встаем, поднимаемся, идем и побеждаем. Нам чужого не надо, но, как говорится, и своего не отдадим. И растает дым, и увижу я тишину в поле. Кто же знал из нас, что все будет так после тех, поем? Что не каждого не придут домой и обнимут мать. Что не каждому и любить еще, и увидеть дочь. Что не каждому из траншеев стать Богом по делам. Я хочу сказать и хочу допеть это матери. Вы простите нас, ваших сыновей, Не вернувшихся журавли, Как и мы все домой летят. Знаю, встретимся, Но темная ночь в степи, Где мои журавли. Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавлей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok